Благодарю вас за ваше внимание, за поддержку. Ну и с праздником, женщины. Что делать? Надо жить. Будем держать память наших своих. Елена Куимова, так же, как и другие мамы, которые приехали сегодня в фонд «Защитники Отечества», не может сдержать слез. Сын Евгений был военным разведчиком. Прошел Чеченскую войну и одним из первых отправился на СВО. Погиб осенью 22-го. Полгода на передовой. Награжден орденом Жукова, медалью за отвагу и орденом мужества. Посмертно. Он у нас вообще легенда нашего города Хабаровска, если начинать с этого. Он был в гимназии, он краевой сын, по всему, не то что союзу тогда, даже за границей. Он был у нас спортсмен, спринтер, был на короткие дистанции. Потом что-то как-то пошел в стезю в эту военную, потом ему понравилось это. Я только сейчас узнала, кто мой был сын. Он был в инженерных войсках сапером, оказывается, обучал ребят молодых. А я даже об этом не знала. У каждой семьи своя история, где главный герой – герой Отечества. Мамы и жены поддерживали мужчин, когда те отправились защищать родину. Сегодня они получают благодарности и поздравления с Международным женским днем. Внутри каждой из вас живет настоящее море. Внутри каждой из вас живет любовь. И мне бы хотелось вам пожелать, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими эмоциями, и вы были всегда окружены заботой и любовью. Объединить и окружить заботой и вниманием – это важная психологическая поддержка для всех семей, участников специальной военной операции. У каждого свое время горевания. Кто-то может сразу начать выходить в общество, общаться. Кому-то нужно какое-то время. Поэтому на такие мероприятия мы, конечно, приглашаем потихонечку. Куда-то в театр сводить, где-то на совместные мероприятия с фондом. И потихонечку, потихонечку социализируем их. Так же, как мы социализируем наших ребят, вернувшихся с зоны проведения специальной военной операции. Каждую семью погибшего участника СВО сопровождает социальный координатор. Они первыми узнают, если женщине, которая осталась без мужского плеча, нужна, к примеру, помощь по дому, и находят волонтеров, которые могут это сделать. Каждый член семьи погибшего военнослужащего может обратиться в фонд, где ему помогут оформить социальные выплаты, решить юридические вопросы или получить консультацию психолога. В городе Хабаровске, в Хабаровском крае действует 27 различных мер поддержки семям участникам специальной военной операции. Постоянно перечень форм и перечень этих мер поддержки, он расширяется с каждым днём. И мы видим поддержку не только представителей органов власти, но и всего гражданского общества, а это всех нас объединяет. Мы чувствуем плечо друг друга. Марина Рожко, Данила Кулешов, Смотри Хабаровск.